посмотрите у нас как коммунальщики работают я представляю что там это асфальт и без того то хреново со льдом борются у нас здесь вот так сплошная лужа люди пожаловались не могут из машины из своих выйти а то я не знаю видно не видно под машиной стоит полностью в лужу вот так вот полагодия у нас такое вот эта коча пока растает сколько здесь воды поет ужас но такого еще не разу потом предъявлю за асфальтом сегодня у нас какой 10 10 приехали мы на дачу попробуем вот наш раздолье там шлагбаум закрыли нас не пускают это придется нам отсюда тащиться до своего участка водички набрали хотим все таки обрызгать деревья наши да иваныч привет всем привет скажи всем привет вот она наша но еще не наша как это не наша наша но не дождись имела это ввиду вот мы на даче посмотрите сколько снега сегодня 10 апреля поздняя весна хотели что-то опрыснуть но все кусты под снегом Иваныч он там трудится вот эту лопаточку мы купили в Леруа я ее уже опробовала левенькая хорошая лопаточка такая откапывала розы сейчас сама копает да вот так я хорошо закрыла их что откопать откопали а верхушку снять не могу только на одной розе к одной розе только я сейчас пробралась видите сколько прокопала тут траншеи чтобы открыть розы вот мою красавицу я тут приоткрыла уже отсюда залезла вот посмотрела там ее а это не смогла беленькую снять тазиком вот этим закрыла он примерз ну вот немножечко сейчас обрезала вишню грушу Иваныч тут обкарнал некрасиво конечно ну как ума хватило вот эту немножко обрезали нижние ветки срезали ее формировать же надо как то все говорят как то надо чтобы вот эти вот ветки девчонки кто понимает напишите мне в комментариях вот нижние вот эти ветки тоже надо обрезать там ниже еще у нас были две мы их обрезали сильно много обрезать тоже боимся молоденькой груши первый раз только груши были вот здесь вот проводник раздвоился вот его надо обрезать нет вот эту вишенку вот я не могу не помочь сейчас покажу более вот видите как проводник у нас снизу раздвоился вот их так оставить две вот эти ветки центральные или все таки одну убрать подскажите кто нибудь в этом году наверное много обрезать тоже нельзя вот эту вишенку вот я немножко очистил подкарнал пообрезала немножко и больше никуда не смогли там отпилили груш это яблонька старенькая совсем у нас вот а молодые саженцы которые были в том году посажены их обрезают через какое время их начинают обрезать формировать тоже не знаем надо в интернете почитать вот возле домика немножко очистили сейчас поедем у меня сегодня ногти коррекции ногтей вот так вот у нас домик выглядит это наша старая ванна тоже здесь водичка будет чтобы не убежала то что мы обрезали я смазала зеленкой так ну вот опрыскивать еще рано потому что надо сразу развести и сразу весь огород брызнуть вот а так не получается ну ладно до встречи идем наработались что это? сейчас провода он делает я полные сапоги уже набрала а туда камеру ставит камеру будет? да вот камера где будет камера? вот камера стоит камера стоит а что то она куда направлена ну направить куда хотят да? за нами будут смотреть теперь кто проехал все с любовником уже не проедешь нет нет все трандец везде прощай давай это только с мужем ну ты свалишь на работу я должна как-то устраиваться этой жизнью ну тогда автобус только автобус? любовника на автобусе чтоб копал то потом что ты делал? ну копал где копал? на дочке копал хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе ой наша машинка стоит ой хорошо на природе работает скорее бы лето а про дачу можно купить новый я тебе продам хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе купить новый дачный участок у нас в раздолье в раздолье я тут не сняла как мне Иваныч сказал весной на дачу а осенью ругаюсь гребаной дачи как ты меня отвоил ну неправда я просто осенью не люблю но дорога у нас здесь да если не чистить дорогу то можно убить машину за сезон только так зато в любое время проедешь хоть когда хоть любой дождь почему это? потому что здесь песок вот именно из-за песка у нас дорога как гармошка да, потому что она когда высыхает ее набивает волнами так мы едем это еще что когда почистят она нормальная неделя неделя, да ну в общем дороги у нас я не знаю кто занимается дорогами наверное все воры по другому не скажешь когда были в Эмиратах мы до такой степени были удивлены что в песках в такую жару изумительный асфальт не расплавился нигде ровный идеальный и шланги не воруют ничего там не воруют потому что люди живут для себя делают и знают что они делают для себя а у нас надо они тоже для себя делают у себя то есть я не знаю я не знаю я не знаю спасибо спасибо спасибо